Всем привет, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня Satisfactory. Смотрим заставочку. Продолжение следует... Но мы упадем сегодня или нет? Значит смотри, игра заключается в чем? Мы упали на какую-то планету, точнее упали, а приземлились, я так понимаю. И наша задача заключается как колонизирование этой планеты. Мы здесь добываем ресурсы, мы здесь строим автоматически какие-то системы добычи, мы здесь строим заводы, мы здесь строим все, что можно и нельзя. На нас будут нападать какие-то монстры, какие здесь есть и в принципе все. Сейчас посмотрим. По описанию это та же самая фактория, только в 3D. Вот. Что-то запомните, что это первый. Так, чего? Что это такое? Улыбающаяся мордочка на нас смотрела только что на этом, на рукоятке. Красивенький мир, очень красивенько все. Он какой-то зверь бегает. Добро пожаловать на планету Массаж, точку вашего назначения в бинарной звездной системе Акича. Я Ана, автоматизеленный нейросетевой ассистент. Моя задача помогать первопроходцам, подобным вам. На протяжении их экспедиции вы третий человек в этом секторе, который пережил посадку на планету. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, что поздравляешь меня, Анна. Или Анна, просто Анна. Примечание, инициализировано целиориентированное обучение. Добро пожаловать на инструктаж. Добро пожаловать. Что делать-то будем? Первое, задача. Разберите посадочную капсулу. Полученные материалы будут использованы для строительства сельско-хозяйственного аналитического блока, который в дальнейшем будет именоваться хабом. На что нажимать? Примечание, эффективность и экономичность основополагающей ценности корпорации ФИЦСИД. Мы всему найдем применение. Так, нажмите F в режиме демонтажа. И... Капсулу сломали. Ничего себе, смотри, какая жопа большая. Это кто такой? Обучение, уведомления и все важные данные ФИЦСИД записываются и хранятся в кодексе. Хорошо, договорились. Все сообщения об учении и письма сохраняются в кодексе. Нажмите X, чтобы открыть кодекс. Оно не кусается? Ай, ты не жопа, это морда такая. Ужас какой. Детали, экипировка, верстак хаб. Обучение. Приветствия, инструктаж, откройте кодекс. Открыл кодекс. Разберите посадочную капсулу. Инструктаж приветствия. И чего? Чё дальше-то? Вторая задача. Прежде чем покинуть зону высадки, удостоверите, что вы экипировали сеношокер, производство корпорации ФИЦСИД. Примечание. Согласно правилам ФИЦСИД, каждый первый проходец должен иметь доступ к средствам обороны от инопланетных угроз. Да что такое? Почему у меня? Нажмите ТАП, чтобы открыть инвентарь. Чтобы использовать экипировку, перетащите ее в ячейку для рук. Дополнительные инструкции под использованием инвентаря. Перечисленные под меню. Нажмите ТАП. Нажал ТАП. Это у нас ксеношокер. Ну в руку давай положим. Все. Бьется током, я так понимаю. Третья задача. Пожалуйста, ознакомьтесь с работой сканера ресурсов, чтобы найти железо. Как? Как мне это сделать? Нажмите В, чтобы найти... Ааа, вот это что за звук. Нажмите В, чтобы найти месторождение железа. Расположение найденных месторождений появится на компасе. Удерживайте Е, чтобы добыть ресурсы с месторождения или залежи. В. Железная руда. 267, 355, 270. Ну в принципе, пойдем в ту сторону. А это какие-то ядовитые облака, я так понимаю. Мы в них не должны попадать. Побежали вокруг. Сейчас мы найдем железо. Я так понимаю... Опа, что это такое? Нажмите Е, чтобы собрать листва. Наверное, пригодится. Листва, 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 листва. Все, все набрали. Листвы. Пойдем. Что-то подфризивает. Ну ничего страшного. Игра все-таки большая. Грех не фризить. А где? Стой. А, вот они. Вот это железо. А вот эти куски руды. Это железная руда. Мы ее должны держать на Е. 6 железной руды, 12 железной руды. Угу. Так, расковыряли. Ну, пойдем еще вот тут вот. Расковыряем, и будет вообще все хорошо. Примечание. Для сдержания цели будут потрачены ресурсы, полученные при разборке посадочной капсулы. Мне бы убедить, что хаб построен. Тихо. Угу, угу. Это кто такой? Да хватит женщин рассказывать мне. Я тут дерусь вообще-то уже. Ну-ка. Как тебя ударить? Бессмысленно какая-то погоня, по-моему, получается. Эй, хорош бегать ты вокруг меня, в конце-то концов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не дерись. Со мной не дерись. Ты меня не бей. Я тебя бью, ты меня не бей. Убили. Делов-то. Казалось бы, да? Ты не на того напал. М-м-м. Монстрик. Монстрик какой-то. Не знаю, как он называется даже, что у меня было написано, по-моему. Панцирь я собрал, и все. Ничего себе там летает какая хренатень. Большой мир и очень громко все. Я не буду бы валять громкость, чтобы не терять чувство погружения. Для большей эффективности хаб стоит построить поближе к месторождениям железа. Вы сможете найти хаб в меню строительства, нажав Q. Q. Хаб. Угу. И чего? Чего и как? Ну, подожди, подожди. Вот, месторождение железа. Нам сказали... Так, а можно крутить? Крутить. Scroll up, scroll down. А, вот. Вот так. Можно крутить. Давай вот так вот построим. Вот здесь вот прям. Вот прям вот тут. Не знаю насчет ровности, неровности, но по-моему ровно. Ну, в принципе сойдет. Ага. Так, и что это восклицательные знаки у нас горят? Что мы сделать должны? Мы должны... Уровень 0. Улучшение хаба. Переносной бур. Награды. Подожди, не мешай, женщина. Пятая задача. Завершить улучшение хаба 1. Примечание для перехода к следующей задаче необходимо использовать верстак терминал хаб. Подожди. Отстань. Давай мы не будем тебя слушать. Мы просто... Угу. 10 чего? Железных прутов нужно. Я так понимаю, их делать на верстаке. Железный прут делается из железных слитков. Железный слиток делается из железной руды. Как бы... Угу. А сколько железной руды... А, здесь вот указано 7. Можно уже сделать. 8, 9, 10. Угу. Так. Кладем сюда. Кладем сюда 10. 10. Улучшаем хаб. И все, в принципе. Да что ж такое-то? Что ты будешь делать-то? Хватит тут выпадать. Пишешь мне, блядь. Так, поздравляем. Вы сблокировали строение, мастерскую, экипировку и переносной бур. А, все, понял. Личное хранилище, переносной бур и мастерскую. Шестая задача. Завершить улучшение хаба 2. Примечания. Переносные буры не требуют электроэнергии и добывают руду до полного заполнения инвентаря. Несколько переносных боров можно использовать. Зачем мне это хранилище, если у меня нет ничего в принципе? Пока что... Рано. Так, мастерская. Мастерская используется для ручного изготовления экипировки. Такой, как переносной бур. Для размещения переносного бура на месторождении возьмите его в руки. Затем нажмите ЛКМ. Напоминание. Нажать КУ, чтобы открыть новую строительство. Напоминание. Строения могут быть разобраны с полным возвратом всех ресурсов. Подожди. Так, а как улучшить тебя? Уровень 0. Опять уровень 0. А. А. Угу. А, здесь нужно уже получается 20 прутов и 10 листов. А еще мы можем построить этот, мастерскую. Мастерская строится... Подожди. Вот так вот. Вот так построим мастерскую, чтобы она была у нас вот... Подожди. Вот так, наверное, построим мастерскую, да? Нет, вот так. А что, нельзя ее просто построить, чтобы было? Блин, получается нет. Значит, нам нужно железо. Сколько там надо было железо? Я просмотрел. 6 железа и 4 этих прута. 4 прута. Угу. 4 прута. 4 прута есть. А железо и пластины делается из чего? А, понял. Все. 4 пластины, да? Или 3 пластины, 4 прута. Но в любом случае нам хватит уже на мастерскую. Нет, 6 пластин, 4 прута. Что-то я просмотрел, забыл. Это не мое запоминать, поэтому мы просто будем нажимать на кнопки, пока не достигнем нужного результата. Так. Вот теперь точно хватает, правильно? Не то. Вот это. Так, поставим тебя вот тут. Криво поставил-то. Ты, блин, корявый. Подожди. Мастерская. А вот так ровнее? Ровнее. Вот так вот будет стоять. Во. Вот так вот ровно. Уже спасибо. Мастерская. Мастерская. Что здесь можно сделать? Ксено-шокер. Так он у меня есть. Зачем он еще? Непонятно. Вот переносной бур мне нужен. Затраты. Так, получается нам нужны две железные пластины и четыре прута. Ну это делов-то, это прямо вот сейчас. Две железных пластины и четыре прута. Две железных пластины. И четыре прута. Так, 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 так. Все. Пойдем сделаем вот эту вот ерунду, которая у нас будет копать сама. Ну, просто чтобы не самим руками копать, правильно? Будем использовать бур. Потому что бур это удобно. Так, а где у нас бур? Ага. Мастерская используется... А, ну это понятно. Так, давай будем строить поближе. Чем ближе, тем лучше, наверное. Железные, ну да, бедные месторождения для добычи. Ресурсы удержите Е. Где здесь богатые месторождения? Или это в общем вот эта вот куча, это бедные месторождения? Наверное, я так понимаю, правильный второй вариант. Удержите Е. Не, подожди, я поставить хочу. Угу. И все. Погнал. Давай быстрее, начинай производить. Все. Все. Угу. Угу. Ему казалось, как будто кто-то. Говорит. Но никто не говорит. Наверное. Здесь у нас что? Хранилище. Личное хранилище. Я думаю, публичное какое-то хранилище написано. Илки-палки. Так. У нас что нужно там? Нам нужно завершить улучшение хаба. А завершить улучшение хаба можно только... Только, только, только. Набрав кучу... Кучу ресурсов. А, не то забрал. Наоборот, ему выложил все. А можно железные слитки как-то побыстрее делать, чем вот руками вон там ковырять? Можно, чтобы оно само вот... Само все производило? Настроить мастерская, настроить мастерская. То есть, это все одно и то же, да? Здесь нет ничего разного. Здесь просто одна кнопочка. По факту. Давай тогда железные слитки. А можно... Подожди. Ну, видимо, только держать. Ну, давай все переделаем в... Железные эти. И все. А, автосейв. Все, переделаем в железные слитки. И, в принципе, не будем потом заморачиваться с... Ну, по одному делать. Сразу, чтобы руды у нас не было. Я видел там плавильню. Я думаю, что в плавильне, возможно, будет делать как раз-таки автоматизированное... Автоматизированное производство этих самых пластин. Слитков. А, вот она плавильня, да? Плавильня, вот она. 20 прутов, 10 пластин. 20 прутов, 10 пластин. Давай 10 пластин сделаем. 10 пластин сделаны. 20 прутов. Как раз на 20 прутов у нас хватает. Да что такое? Все. Мы можем улучшить. Улучшить как раз-таки хаб сейчас. И... Все, в принципе. Смотри-ка. Жизнь хороша и жить хорошо. Ух ты ж, ничего себе, стена выросла какая-то. Ой. Смотри-ка. Сжигатель биомассы. Это зачем она нужна? Я что-то положил тут, а оно что-то будет сжигаться. Это же... Слушай, не, наверное, нет. Вот, наверное, вот это надо сюда класть. Да. Самая седьмая задача. Можешь завершить улучшение хаба 3. Примечание подключения к строению к сжигателю биомассы для подачи электроэнергии. Примечание. Для работы таких строений, как плавили, необходимо выбрать чертеж. Автоматизируйте процесс выплавки и используйте переносные буры для достижения наибольшей эффективности. Да я понял, что... Так, удержите выжить В, чтобы изменить искомый ресурс. Для работы таких строений, как плавили, требуется электроэнергия. Но электроэнергия у нас вырабатывается, я так понял, вот в этом сжигателе биомассы. Правильно? Или нет? А, нет соединения, поэтому он пока еще ничего не вырабатывает. Сжигатели биомассы, расположенные в хабе, производят электроэнергию, используя листву, древесину и другие виды биомассы. Генераторы большинства строений имеют лишь одну точку крепления для линий электросети. Че делается? Непонятно. Ладно. Пойдем. Пойдем. А куда мы идем? Че здесь шо прушит? Непонятно. Так, собираем. Взять все. Берем, берем. Че берем? А, В надо было нажать. Медная руда. Я так понимаю, она для проводов уже нужна будет? Опа, 140 метров. Так, ну это дальше, я так понимаю, будут. 400 метров. 139 метров. Пойдем в ту сторону. А мы не взяли этот производитель. Как он называет? Бур переносной. Давай сделаем переносной бур. Чтобы было, чтобы было хорошо. Сколько он там делается? Из двух пластин и четырех, по-моему, этих, да? Из двух пластин и четырех прутов. Из двух пластин и четырех прутов. Из двух пластин и четырех прутов. Забуду сейчас. Две пластины можно сделать, четыре прута можно сделать. Вот так, наверное, нужно сделать. Из двух пластин и четырех прутов. А давай еще сделаем. Лучше, больше лучше. А на всякое работать лучше будет правильно. Когда у нас больше будет производителей, то... Так, еще пластины и еще... Угу, все. И идем теперь в... Так, а что такое в? Ой, второе, точнее. Это строитель. А давай мы сюда поставим этот... Подожди. А как его положить в... Этот... В руку-то? В руку-то как положить, чтобы он у меня лежал в руке? Почему я не могу его... Вот, допустим, взять и... Или могу? Подожди-ка. Нет, это тоже нет. А я могу в руках это все делать? А, нет, я что-то очень запутался. Переносной бур. Могу две штуки сделать. И мы сейчас их сделаем, конечно же, потому что они нам нужны. Ксеношокер в руку сразу положу, потому что мало ли кто нам на пути встретится. В той стороне... В той стороне... Медь. Медь. А где медь? Так, стой. А, это кусты. Полевая ягода. Где-то в той стороне у нас находится... Вот это может быть? Так, не на ту кнопочку нажимаю. Медная руда. Так, это медная руда. Правильно, смотри-ка. Сорок метров осталось. Пока расковыряем руками, чтобы можно было... Чтобы можно... Чтобы оно у нас было, чтобы мы пошли в хаб, сразу же сделали что-нибудь. Поставим сюда. Все, давай, не дури. Сразу, так сказать, избавились от противника, чтобы он нам не мешал. Мушка какая-то летает. Ты что здесь летаешь? Ты вообще не мешайся. А, это полеоягода. Давай, возьмем вот это. И поставим, в принципе, вот сюда. И возьмем вот это. И поставим, в принципе, еще и вот сюда. Подальше друг от друга будем ставить, чтобы... Ну, чтобы... Чтобы... Взять все. Погоди. Это что такое? Это медная руда. Откуда у меня столько медной руды? А, я ж наковырял. Так, пойдем... А, где у нас хаб? Вон он, хаб. Плавильню сделаем. Сделаем плавильню и две плавильни, чтобы переплавлять железо и медь. Чтобы можно было улучшать хаб уже вообще без заморочек. Без временных затрат. Так, плавильня. Плавильня у нас из чего делается? Плавильня, плавильня делается у нас из... Вот, из чего? Из восьми медных катушек и пяти прутов. Это что? Из медных слитков делается. Не помню, сколько там надо было. Я забыл уже. Подожди, сколько там нужно было этих... Проволоки? Восемь. Восемь проволоки у нас уже, можно сказать, есть. Восемь. А, мы хотели побольше сделать. Правильно, правильно. Побольше, лучше. Всегда больше, лучше. У нас, правда, электричества сейчас только не будет. Но, в этом проблем никакой нет. Мы сейчас его сделаем. Блять, опять сделал больше, чем нужно. Так, железный слиток. Пять этих, значит, нужно было девять. Девять прутов. Девять прутов, потому что один у нас есть. Все, отлично. Плавильня. Плавильня будет у нас стоять где-то вот тут. Угу. Подожди, вот так вот она будет стоять. Ничего себе, она больше... А, погоди-ка, а как мы туда будем, это? Подожди, а как плавильня работает? Она может вот так вот работать? Напрямую, так сказать, с поставщиком. Чтобы я мог поставить ее к буру, нет? Просто если да, то вообще отлично. Пусть будет вот тут. Подождем пока. Настроить плавильню на железные слитки. На железные слитки у нас их... У нас их есть. Кой, ну, пауэр. А как делать пауэр-то? Подожди. Подожди, а как его запитать? Может быть нужно сделать вот так? Подожди. Я не пойму сейчас. Или нужно поблизости с этим ставить? Нет, соединение, производство, затраты. Сжигатель биомассы расположен и производит электроэнергию. Генераторы для большинства строений имеют лишь одну точку крепления. Так, ну, подожди. Давай поставим плавильню вот сюда. Давай, я говорю, поставим плавильню вот сюда. Ровно стоит. Ровно стоит. И будет стоять она вот здесь вот. Ровно вот настолько. Так, ну, подключится она сама или нет? Или она настолько тупая, что ее как-то нужно подключать? Ну, будет железный слиток, конечно же, и... No power. Да в смысле no power? А как я тебя подключить должен? Выбор чертежа. Есть выбор чертежа. В смысле? Я что-то не понимаю. Так, ты почему не питаешь его? Нет, соединяй. А как тебя подсоединить? Сжигатель биомассы. Ну, сжигай. Че не так-то? Тык-тык-тык. Ну-ка. А, может ожидание надо? Включено. И тут включено. Проволоку давай в руки возьмем. Можно ее в руки? А в руки-то ее нельзя никак взять. Ну-ка, погоди. Может, ее надо вообще в притирку ставить? Шреддер. Ну, здорово, что шреддер, конечно. А провода, может, какие-то? Кобеля. Там, я не знаю, ну, типа... Наверняка же ведь есть что-то. Кобели, елки-палки. Ну, конечно. Как я мог иначе-то подумать? А че, в руки тоже нельзя? Используется в производстве, основном применяется при постройке линий электросети. А какие линии электросети я могу построить, если у меня нет нишута? Подожди. Может быть... Может быть... Может, я сюда должен куда-то положить? Ну, подожди. А... Может быть, вот сюда должен положить? Я просто не понимаю, куда это надо засунуть. Линия электросети. А как я ее должен построить? Энергетика. Линия электросети. Ёшкин, ты крут. А-а-а! Все, понял. Твою-то мать! Как все сложно. Так, здесь у нас что? Здесь у нас железная руда в минуту. Но у нас железной руды там нет. Во, ничего себе. Смотри-ка. 30 штук в минуту делается. Это значит? Значит. Да все хорошо. Вот что значит. Так-с. Эм... А, то есть, вот я могу просто взять и взять. То есть, нам нужна вторая плавильня. Сколько он потребляет-то? Нихрена себе. Так, надо листиков подобрать побольше. Потому что у нас сейчас это самое... Производство запущено. И значит, у нас выросло электропотребление, энергопотребление. И, соответственно, нам нужно много источников энергии. А источник энергии у нас пока что простой. Листья. Мы сейчас листьев наберем. И листья сожжем. А, листья сожжем. И будет у нас все здорово. Так, 165 листвы. Эм... Думаю, пока что хватит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас не разбиться бы. Тихо. Кто-то меня сейчас за жопу, по-моему, укусит. А зачем я сюда бегу? А где у меня база? Погоди-ка, я потерялся. А, вот она. А... В принципе. В принципе. В принципе. Ну-ка, листву всю сюда засовываю. Пока что у нас есть. Так. Чего? Мне показалось, как будто кто-то за мной бежал. Нет у нас больше железной руды. Давай медную поставим. Давай пока медную поставим. Медный слиток. Пусть гоняет. А... Что нам нужно для улучшения хаба? Сколько всего нам нужно для улучшения хаба? Непонятно. Бетон. Ёлки-палки. Столбы. Вот конструктор, это уже здорово. Когда конструктор будет, это будет отлично. Потому что если будет конструктор, он сам будет все ерундой заниматься. И сам будет все строить. Нужно, короче, 20 проволоки. 5... Точнее, 15 прутов еще. И 20 пластин. Угу. Короче, давай мы запомним. Сколько пластин? 20 пластин. 20 пластин. Кладем 20 пластин сюда. Положили, положили. Вот это все положили. Так, нужно еще 15 вот этих стержней. Не стержней, а прутов. Прутов. И 10... 10 проволоки. А у меня нету ничего. Только на пруты есть. И то не на 15, а на 10 всего-навсего. Ага. Так, значит... Осталось 5 прутов и 10 проволоки. Но у нас сейчас вырабатывается здесь эта самая... Система. Вот это так. Подожди-ка. У нас вот этот товарищ должен был собрать руду. А если этот товарищ собрать руду должен был, значит у нас она есть. Значит мы сейчас ее переплавляем. Делаем... Меняем чертеж, железный слиток и руду вот сюда суем. Пойду сделаю пока проволоку. 10 проволоки нам нужно, верно? 10 же ведь проволоки нужно. Да, 10 проволоки нужно. 2, 4, 6, 8, 10. Кладем сюда проволоку. 5 прутов нам нужно сделать. 5 прутов делаются просто. 5 прутов. По крайней мере у меня уже есть ресурсы на эти 5 прутов. Все. Я так понимаю мы сделали... Сделали улучшение. Отлично. Улучшение хаба. Все. Отлично. Новые детали, сканер ресурсов улучшен и новые чертежи. Поздравляем. Вы заблокировали сканирование известняка. В меню строительства появились новые строения, а в меню версака новые чертежи. Это здорово. Восьмая задача. Завершить улучшение хаба 4. Примечание используя электростолбы для расширения электросети и достижения наибольшей эффективности. Хорошо. Но это мы сделаем уже в следующей серии. Пока что. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok